У каждого у вас определенный участок. У него забором ограничено предприятие, но это не значит, что вот в этом заборе только он должен этим заниматься. У него целый город, Новополоск. Там тысячи людей живут. И этот город строился под этот завод. Поэтому, хочешь не хочешь, на плечах будет висеть этот город отдельно, и его проблемы, несмотря на то, что там есть и власть, и другие предприятия. Но это предприятие обеспечивал всегда этот город. И Полоск недалеко так посматривает, чтобы где-то чего-то помог. Ну такая у нас страна, у нас социально ориентированная экономика, и страна такая. Конечно, надо помогать. Надо поддержать и тех, кто сегодня в трудное положение попал. Нельзя людей бросать. Мы же славяне, мы должны по-человечески жить. Если ты чего-то достиг, ну помоги рядом соседу. Не обижайте людей. В подавляющем своем большинстве у нас хорошие люди. Белорусы люди хорошие, с мозгами, понимающие. Вы посмотрите вот на эти проезды, переезды. Они садятся в свой автомобиль и едут через всю страну. Сколько таких уже было поездок? А это же деньги. Эти люди покупают флаги государственные, символику, тратят деньги на бензин и едут, чтобы продемонстрировать, что это их страна. Это дорогого стоит, как вчера. Я смотрю, там, по-моему, уже были бывшие офицеры со всей страны. Люди приехали со всей страны. Услышали в телеграм-каналах, если вы позвали, так вы поговорите хотя бы с ними. Услышьте их голос. Ну кому там слушать было? Посмотрела эту картинку, ну кому там слушать? Их работа – выйти и гвалтом кричат на улице. Берегите людей, делайте все, чтобы они жили и на нас не обижались. Справедливость должна лежать в основе всего. Это главное – справедливость.